уход за гастростомы очень простой и вам на самом деле сначала может казаться что это такое какое-то страшное устройство которое торчит из живота ребенка на самом деле потом вы поймете что это очень удобно и действительно требует минимум каких-то медицинских манипуляций связанных с уходом за гастростомическим отверстием и за самой трубочкой особой стерильности не требуется это не центральный венозный катетер не какое-то устройство которое связано с кровью в желудок нужно просто чистые руки чистая трубочка и чистая кожа вокруг гастростомической трубки для того чтобы обработать кожу вокруг гастростомы утром и вечером вам понадобится обычный беспортовой антисептик перчатки и чистые салфетки которые вы можете приготовить заранее руки вы обрабатываете тоже прежде чем вы будете кормить ребенка или же обрабатывать саму стуму и сами руки обрабатывать можно тоже без спиртовым антисептика можете спиртовым это же на усмотрение перчатки могут быть стерильные могут быть не стерильные если вы используете нестерильные перчатки вы тоже должны обработать их антисептиком в данном случае используем стерильные перчатки поэтому вы можете видеть что мы сами перчатки не обрабатываем дальше вы берете салфетку эта салфетка она уже смочена у вас кипяченой водой сначала промыть кожу вокруг стомы чистая так и вторая салфеточка вам может понадобиться для того чтобы промыть саму трубочку для того чтобы убрать все остатки какой-то еды можно даже сам фиксатор подальше под фиксатором обязательно тоже трубочку обработать и потом вы опускаете фиксатор на место на пол сантиметра над уровнем кожи вот это положение при котором наружный фиксатор не передавливает кожу не сдавливает ткани позволяет гастростомии двигаться немножко и позволяет дышать вот гастростомическому отверстию сама трубочка тоже дальше у вас просто протирается для того чтобы она была чистом состоянии для того чтобы отверстие имела ровные края и гастростома не прирастала краям отверстия стомой ю надо каждый день утром и вечером после того как вы обработали кожу обработали трубочку проворачивать на 360 градусов и двигать вверх-вниз вот этот вот проворот на 360 градусов и движение такие они позволяют опять же сама самой стоми быть красивого вида дышать и трубочка будет у вас ровненько и не не перерастать не воспалять края обрабатываем сначала простой трубкой лодичкой вокруг и потом обрабатываем септиком все для того чтобы заменить гастростому дома вам понадобится антисептик для кожи без спиртовой им же вы можете обработать руки или перчатки вам понадобится обязательно шприц заполненные кипяченой водой температура тела для того чтобы промыть гастростому после замены вам понадобится шприц для извлечения жидкости из баллона и вам понадобится шприц который заполнен кипяченой водой или дистиллированной водой опять же комнатной температуры вода в том объеме в котором необходимо использовать для заполнения баллона согласно инструкции производителя плюс вам понадобится стаканчик для того чтобы вы вылили воду из баллона и на всякий случай еще чистая вода которая может вам пригодиться набор для замены должен быть подготовлен открыт саму гастростомическую трубочку вы кладете на салфеточку и потом вам понадобится еще если это низкопрофильная гастростома удлинители которые тоже должны быть под рукой для промывания после замены если у ребенка стоит длинная гастростома то вы должны подготовить просто длинную гастростому для того чтобы заменить гастростома вы должны сначала обработать антисептиком кожу и саму гастростомическую трубку протереть кожу взять шприц и обязательно прежде чем вы будете извлекать жидкость из самой баллонной гастростомы проверить насколько работ хорошо работает баллон в той новой гастростоме которую вы будете использовать то есть вы нужным объемом должны наполнить баллон и присоединяйте вы шприц обязательно к тому месту который соединяет шприц с баллоном чаще всего есть надпись что это баллон вы проверяете чтобы баллон раскрылся полностью затем извлекается обратно эту жидкость кладете гастростому пока рядом и дальше извлекаете жидкость из того баллона который находится в стоящей гастростоме извлекаете жидкость из баллона остаток выливаете в стаканчик и проверяете всю ли жидкость вы извлекли после того как жидкость извлечена вы придерживаете обязательно гастростому рукой чтобы она не вытолкнулась наружу вы будете ее извлекать сами аккуратно и и гастростома новая должна быть обязательно или смочена кипяченой водой или специальным водорастворимым лубрикантом нельзя использовать органические масла или вазелин достаёте гастростому аккуратно вы можете даже чувствовать маленькое сопротивление если вы чувствуете что гастростома не выходит трубка не выходит проверьте еще раз баллон может быть там осталась жидкость потому что она должна в принципе выходить довольно свободно грязную старую гастростому вы кладете отдельно и потом быстро вставляете гастростому вставили придерживаются рукой берите шприц с водой для заполнения баллона присоединяете шприц к выходу который соединяет баллон со шприцом как правило здесь написано что это баллон или помечено другим цветом и вводите воду в баллон дальше проверили состояние все гастростома установлена после замены гастростомическую трубочку нужно промыть кипяченой водой если гастростома низкопрофильная то вы берете удлинитель заполнили водой закрыли отсоединили шприц открыли саму низкопрофильную трубочку присоединили присоединили так чтобы совместились две черных деления и повернули когда вы повернули замочек закрылся и гастростома фиксирована и трубочка тоже фиксирована после этого вы присоединяете опять шприц открываете открываете и промываете промыли закрыли отсоединили шприц и закрыли гастростомическую трубку после этого опять совместили два черных деления достали трубочку и закрыли саму гастростомическую трубку таким образом у вас гастростома заменена и промыта после этого вы можете использовать ее для кормления и для питья часто возникает у родителей вопрос на какую глубину углублять длинную трубочку при ее замене вы должны обязательно замерить длину по шкале если это замена одной длинной трубочки на другую вы замеряете ту глубину по шкале на которую была углублена предыдущая трубочка и плюс добавляете 1-2 сантиметра причем при замене трубки низкопрофильной на длинную вы опять же можете померить длину замерить по шкале плюс добавить еще 1-2 сантиметра и вот на эту длину углубить трубочку при замене можете даже опустить сам ограничитель до той длины на которой вы хотите опустить трубочку для того чтобы заменить низкопрофильную гастростому на длинную хвостатую, как мы ее иногда называем вам понадобится сама гастростома другого вида с хвостиком, который у вас будет лежать на готове и тот же набор инструментов опять же вы должны обязательно проверить как работает баллон для этого перед установкой вы берете шприц заполняете баллон нужным объемом жидкости он должен раскрыться полностью и затем вы извлекаете жидкость из баллона дальше вы смазываете сам кончик гастростома гастростомической трубки или кипяченой водой или лубрикантом кладете и перед установкой заполняете саму гастростомическую трубку необходимым количеством воды и опять же закрываете ее все для того чтобы извлечь старую гастростомическую трубку вы опять же обрабатываете кожу антисептиком и саму трубочку протираете салфеточкой берете шприц для извлечения жидкости из баллона приставляете его в отверстие соединяющие шприц с баллоном извлекаете воду полностью чистый стаканчик и потом проверяете еще раз все ли вы извлекли потом вы извлекаете саму гастростомическую трубку и вставляете новую аккуратно продвигаем гастростомическую трубочку внутрь до ограничителя и заполняем ее заполняем баллон жидкостью дальше вы должны проверить обязательно насколько хорошо раздулся баллон вы должны чувствовать сопротивление после того как он упирается в переднюю брюшную стенку вы потянули на себя и затем вы опускаете ограничитель до расстояния на полсантиметра над уровнем кожи для того чтобы гастростома ходила чуть-чуть свободно после того как вы установили гастростому вам нужно взять шприц и промыть ее открыв или большой выход или же используя этот маленький что не так удобно лучше все-таки промывать вот таким большим шприцом типа жане в объеме как минимум 20 миллилитров после этого трубочка ваша готова к использованию теперь мы с вами поговорим о том что делать нельзя если у ребенка установлена гастростомическая трубочка начнем с обработки кожи нельзя обрабатывать кожу растворами красящими типа зеленки или йода нельзя обрабатывать перекисью водорода потому что она может привести к развитию грануляции для измерения высоты необходимой низкопрофильной гастростомы существует специальный набор для измерения этот набор состоит из двух элементов обычного шприца и собственно вот такой вот трубочки которая очень похожа на саму гастростому но у нас у нас специальная шкала с цифрками для того чтобы можно было подобрать необходимую высоту низкопрофильной гастростомы которая вам необходима использовать ее довольно просто вы извлекаете стоящую у вас уже на данный момент низкопрофильную гастростому затем погружаете эту трубку в стомическое отверстие наполняете баллон это делается абсолютно точно так же как и у трубочки которую вы используете обычно наполняется баллон затем вы подтягиваете измеритель к верхней части кожи оставляя небольшой зазор в несколько миллиметров для того чтобы трубочка могла свободно ходить чтобы вы могли ее прокручивать фиксируете затем вы извлекаете жидкость из баллона когда трубочка внутри у вас фиксирован измеритель на определенном уровне вы извлекаете жидкость из баллона и вытаскиваете трубочку у вас остается на ней фиксатор в данном случае у нас получилось что нам необходима высота 2,3 собственно такой высоты вам нужно будет подобрать следующую вашу низкопрофильную гастростому которую вы установите дома гастростомическая трубка как вы видели легко поддается обработке использованию на дому и даже замене на дому на дому на дому на дому